новый год пришел и принес очередные хлопоты а именно что с 1 февраля 2021 года необходимо чтобы в чеке было обязательно указано наименование товара и сейчас некоторые предприниматели задались логичным вопросом надо что-то делать опять кассовый аппарат менять главное не поддаваться паники сейчас все расскажу начинаем и так стоит ли прямо сейчас бежать и покупать новый кассовый аппарат все зависит от того какая у вас в данный момент касса если сейчас у вас автономная касса или проще говоря касса с кнопочками то хочу вас обрадовать что многие из них многие не значит что все позволяют внести в память кассы какое-то количество наименований товаров к некоторым можно даже подключить сканер штрих-кодов так что работать с ними можно даже и после первого февраля только уж очень неудобно получится если число товарных позиций у вас больше десятка будете мучиться каждый раз когда нужно будет менять цены или заводить новые товары возможно кто-то скажет что какие-то автономные кассы можно подключить к компьютеру проводом как обычные онлайн кассы да можно но во первых такие варианты подключения в большинстве случаев не сертифицированы в 1с некоторые кассы действительно можно подключить к 1с с помощью шаманских плясок с гудлями кстати в интернете есть инструкции можете посмотреть но надо понимать что никаких гарантий стабильной работы в этом случае не будет ну а во вторых при этом прямо за прилавком вам придется поставить компьютер с кассовым программным обеспечением и если вы найдете место и деньги на компьютер то какой тогда смысл подключать к нему старую медленную и нестабильно работающую кассу никакого согласитесь ну ладно скажете вы а вот есть еще кассы тоже с кнопочками которые с личным кабинетом в интернете связываются и там все товары можно прямо в браузере завести согласен и такие кассы есть их даже можно связать с полноценной товароучетной системой с той же один из кассы например самым популярным вариантом были так называемые ньюджеры фирмы атолл 91f и 92f но увы компания атолл пока не планирует поддерживать такую возможность в следующей пятой версии их прошивки эх так что если у вас касса атолл 91 или 92f внимательней следите за информацией на сайте производителя при смене прошивки они могут потерять возможность обмена данными с товароучетной системой но не все так плохо еще остается недорогой вариант кассы штрих мпф вот она как раз прекрасно подключается к интернет-сервису один из кассы а с остальными придется попрощаться до свидания а что тогда вместо автономной кассы купить какой-нибудь эватор и потом платить за него абонентскую плату всю жизнь ну согласитесь так себе перспектива подождите кричат не с той стороны экрана но ведь для небольших магазинов смарт-терминалы это самый удобный вариант да это так поэтому специально для малого бизнеса фирма 1с предлагает смарт-терминалы mspos с установленным приложением 1с мобильная касса они могут работать вообще без абонентской платы такую умную кассу можно использовать как самодостаточное решение для одиночного магазина и заводить новые товары прямо в ней а еще ее можно подключить к товароучетной системе и получить все преимущества полноценной автоматизации для начала подойдет интернет-сервис 1с касса там есть бесплатный для одной кассы базовый тариф ну а когда ваш бизнес перерастет возможности 1с кассы то к вашим услугам наши более продвинутые решения для торговли 1с розница 1с унф и 1с управление торговлей в чем их основные различия мы рассказывали в отдельном видеоролике кстати в углу вот здесь есть подсказка там вы можете этот видеоролик посмотреть что по итогу по итогу у вас всегда есть выбор вы можете просто соблюсти требования закона и оставить старую автономную кассу но при этом не извлечете для себя никакой пользы а можете выбросить автономную кассу и использовать эту ситуацию чтобы дать своему бизнесу возможность для дальнейшего развития и если вдруг вы выберете второй вариант что в принципе логично и правильно то настоятельно вам рекомендую сделать свой первый шаг в автоматизацию с умной кассой мспоз и приложением 1с мобильная касса так сказать сэкономите и время и деньги пожалуй на сегодня все спасибо что смотрели не забывайте подписываться на наш youtube канал а также нажать на колокольчик чтобы не пропустить еще больше полезной информации увидимся